Серые хищники настолько осмелели, что под покровом ночи нападают на скот, даже находящийся в помещении жалуются сельчане. Местные пастухи теряют лошадей, коров и овец. Только за последних два года в Сузакском районе волки загрызли около 200 голов скота. Неделю назад волки загрызли мою корову. Вчера я заметил следы четырёх хищников, поэтому позвал товарищей. Сегодня пойдём на охоту. Самим взяться за оружие, чтобы защитить свою скотину, сузакских чабунов вынудили несколько безрезультатных обращений к местным властям. Ворушившись и оседлав коней, пастухи пустились на поиски. Обнаружить самого опасного зверя степей трудно, говорят фермеры. Эти хищники обладают острым слухом. Но спустя два часа в поле зрения охотников попали четыре крупных волка. Вот сегодня нам повезло. Сразу четыре волка встретили. Надеюсь, завтра побольше найдём и подстрелим. В местном управлении сельского хозяйства только разводят руками. Мол, средство на отстрел волков, увы, не предусмотрено. Поэтому защищать домашних животных от хищников – дело самих пастухов. В советское время для отстрела волков специально выделялся вертолёт. В 1988 году в Сузакском районе уничтожили немало хищников. А сейчас пока не получается организовать такую целенаправленную охоту. Первая охота оказалась удачной. Пастухам удалось застрелить двух волков. Воодушевлённые успехом фермеры, говорят, что и сами смогут защититься от прожорливых хищников. Своим опытом мужчины готовы поделиться с коллегами из других районов. Продолжение следует... Продолжение следует...